Доброе утро, товарищи! Прежде всего я хотела бы обратиться к президиуму со словами благодарности за то, что пригласили компартию Шри-Ланки на эту конференцию. Просим извинить нас за то, что не всегда мы имеем возможность приехать, но сегодня мы рады возможности разделить с вами наши общие идеи и высказать свои мысли по поводу темы конференции. Сегодня мы представляем вашему вниманию наш анализ разрушения Советского Союза. Но сначала позвольте мне представить свою страну и свою партию. Шри-Ланка до сих пор остается постколониальной страной, частью капиталистической системы. Моя партия, коммунистическая партия из Шри-Ланки, это революционная партия. Уже 3-4 десятилетия мы активно боремся за то, чтобы быть самой активной политической партией в Шри-Ланке. Официально наша партия называется Партия Народного Освободительного фронта Шри-Ланки. Хотел бы объяснить это название. Наша партия выросла из широкого фронта освобождения. В 1965 году была основана марсидско-ленинская коммунистическая партия. Но по определенным причинам мы не могли оставить такое имя нашей партии, не могли дать ей имя марсидской или ленинской, коммунистической. У нас было около 12 фракций и подразделений в коммунистическом движении Шри-Ланки. Мы были одним из. Существовали коммунистические партии, которые называли себя пророссийской, прокитайской. Было большевистское крыло коммунистической партии. Все это были группы, а также были ряд коммунистических групп по своему содержанию, которые четко не определились. И, опять-таки, политическая ситуация не позволяла называться коммунистической, потому что по законодательству у нас не могло быть коммунистической партии в стране. Мы, называясь фронтом народного освобождения Шри-Ланки, сразу же организовали школу коммунистического воспитания молодежи, подготовили кадры. Наша партия прошла через активные бои, вооруженные бои. В 1971 году была развернута крупная борьба. Мы потерпели большие потери. 10 тысяч коммунистов было убито. В 1975 году Центральный комитет решил назваться тем именем, которое партия носит сегодня, для того, чтобы иметь более широкий выход во все слои населения, обращаться к широким народным массам. Это название было бы им ближе. Товарищи, что касается нашего анализа разрешения Советского Союза, у нас проанализировано много политических документов, и издано немало политических документов об этом. Наши основные положения таковы. Советский Союз был первым социалистическим государством в мире, созданным в итоге победоносной Октябрьской революции. Диалог, каким же образом мог быть разрушен Советский Союз, и каковы причины этого, активно ведется в нашей партии и нашей партии на международном уровне в том числе. Многие товарищи до сих пор не определились в своем понимании произошедшего, выдвигаются предположения, выдвигаются теории, версии, но мне хотелось бы обратиться к Ленину для того, чтобы быть на твердой почве ленинского мировоззрения. Исторический опыт ичит нас, что все революции, совершавшиеся прогрессивными силами, проходили и победную стадию, и в том числе знали поражение. И в этой ситуации необходимо четко анализировать вопросы тактики, вырабатывать гибкую тактику, анализируя каждую историческую ситуацию. Я думаю, что международное коммунистическое движение, особенно коммунистические рабочие партии, которые вы представляете, сегодня тоже оценивают произошедшее. Многие партии Восточной Европы должны, прежде всего, обратиться к анализу причин распада Советского Союза. Я считаю, что необходимо различать две категории факторов такого разрушения. Прежде всего, это... Итак, первое. Не воплощение тезисов ленинизма правильным. Социализм попытались построить в отсталой царской России. Ленин в своей теории и при выработке экономической теории в 1919 году правильно поставил вопрос о необходимости создания социалистического производства, коллективного производства. Понятно, что создание крупного промышленного производства было особенно необходимо, и, в том числе, исходя из новейшей в более поздний период угрозой нападения со стороны германского фушизма. В 1918 году Ленин сказал, что революция продолжается. Она должна распространиться на все аспекты нашей жизни. Естественно, что в революционный процесс должны были быть стянуты трудящиеся пролетариаты и других стран Европы, поскольку Россия была наиболее отсталой экономической страной Европы. Ленин писал, что мы должны распространять свои идеи и на международный рабочий класс, потому что только вместе мы можем победить. Пока мы не получим мощную поддержку со стороны международного коммунистического движения, мы не достигнем окончательной победы. Это Ленин понимал еще в 1918-1919 году. Также Владимир Владимирович Ленин понимал необходимость борьбы против колониальной системы и вовлечь в революционную деятельность народы колониальных стран. К сожалению, время ограничено. И я обозначу лишь вскользь о том, что были и внутренние факторы разрешения Советского Союза. Что это были внутренними факторами явились, прежде всего, ошибки в государственном управлении. После смерти Ленина коммунистическую партию и Советский Союз возглавил Сталин. На шестом конгрессе интернационала была выдвинута теория о возможности победы социализма в одной стране. А национально-демократические революции, особенно в бывших колониях, Опять-таки, с моей точки зрения, не хватали теоретического обоснования и не объединяли революционную теорию с конструкционной практикой. Они во многом оставались находиться под влиянием национальной буржуазии. Многие в национально-освободительных движениях продолжали верить, что существует прогрессивная национальная буржуазия, которая позволит решить проблемы капитализма в плане социального обеспечения экономического и культурного развития в своих странах под руководством национальной буржуазии. И еще одна вещь, среди внутренних факторов отметим особо формирование бюрократии государственных служащих. Я читал много материалов о деятелях советского экономического строительства, советских управленцах, советских экономистах. И понимая, что советская экономическая наука дала миру немало гениальных ученых, мы не можем не отметить, что советский государственный аппарат отставал от такого уровня развития экономической науки. положение экономической науки, выработанное ее лучшими представителями, не были воплощены в жизнь. Многие экономические реформы, предложенные выдающимися экономистами, не проходили последовательно, не были выполнены до конца. При Горбачеве произошел контрреволюционный переворот, который начался фактически с 60-х годов. Но прежде всего, Горбачевские реформы позволили поднять голову контрреволюционным элементам и фактически дали импульс контрреволюционным процессам в обществе в целом. Наш опыт, опыт нашего партийного строительства и революционной деятельности, в нашей стране после декларации коммунистического интернационала произошли некоторые изменения. Мы в своей стране внимательно наблюдали за то, что происходит в странах бывшего Советского Союза. Особенно внимательно мы следим за тем, что происходит в России. Для нас исключительно важно понимать, что происходит в этой части земного шара, поскольку именно опыт социалистического строительства и его сворачивания в России дает нам возможность глубокого анализа сделанных ошибок и возможность их избегнуть в будущем. Мы прекрасно понимаем, что новая буржуазия, которая возникла после падения Советского Союза в России, она возникла на разграблении общенародной собственности. Но сама по себе она существовать не может, она требует постоянной помощи со стороны международного капитала. Вместе с тем, транснациональные корпорации тоже смотрят на Россию как на лакомый кусочек. Я также хотел бы пару слов сказать о внешнем факторе разваливания Советского Союза. Как я уже говорила раньше, в нашей стране, как и в Советской России, существовали акценты деятельности Коммунистической партии, такие как антифашизм, соединение прогрессивных сил, борьба за мир. В наших странах, в нашей стране Коммунистическая партия очень сильна, она едина, однако Коммунистическая партия была очень сильна, и бедна, и бодина, но поскольку они пошли по пути объединения с национальной буржуазией, или по крайней мере по пути смычки с национальной буржуазией, они потеряли все, что имели в плане народного доверия. Удивительный вопрос, это конфликт между Советской Россией и Китаем, который тоже ослабил единство коммунистического движения. мы видим, что левое крыло Коммунистической партии России и Коммунистическая партия Китая до сих пор ведут идеологические споры и имеют большие и существенные разногласия. Сегодня империалистические державы используют любые средства для того, чтобы разрушить социалистические страны, которые сегодня остаются таковыми, разоблачить их для того, чтобы подрывать доверие к социалистической революции как таковой. однако, невзирая на все эти проблемы, на все ограничения деятельности для коммунистов сегодня, коммунисты могут делать очень много, а социалистические страны все равно могут добиться большего, нежели буржуазные партии у себя в странах. Среди безусловных достижений социализма это соединение техники с наукой и создание высоких технологий. Это поражение фашизма. Советский Союз стоял в авангарде борьбы. Всего международного революционного движения. Глядя на коммунистов Советской России, мы всегда смотрели, как, например, на российских коммунистов и тянулись за ними. Я думаю, очень важно, что мы можем, имеем возможность обсуждать с товарищами из других стран, из Нарвегии, Швеции, эти проблемы, вырабатывать общие пути решения преодоления наших ошибок. Товарищи из этих развитых капиталистических стран могут дать нам хороший анализ своего общества, что дало бы нам возможность найти пути успешной реализации наших плановых идей. после данного обсуждения, после обмена мнениями, мы узнаем гораздо больше друг от друга и, может быть, поймем больше о причинах и факторах, которые вызвали поражение Советского Союза. Особенно очень важливо внимательно читать, анализировать и постигать доклады товарищей из РКРП и КП Греции. Очень важным, я считаю, проделать глубокий анализ того, что происходило в Советском Союзе, начиная с 50-х годов, с конца 50-х годов. И, в конце концов, мне хотелось бы сказать, что капитализм переживает глубокий кризис. это дает возможность надеяться на то, что социализм будет укрепляться, и победа капитализма, отход некоторых стран социалистического строительства, это лишь временное явление. Все мы ответственны как за анализ, так и за будущее воплощение наших идей на практике.